здравствуйте вы смотрите программу рецепты от герты сегодня в канун рождества христова мы приехали в село бежгез семью братан ирина и арина здравствуйте ирина и арина это люди творческие арина у нас поет песни а ирина ирина мама мама четверых девочек до какого быть мама четверых девочек перед очень 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 хорошо это конечно здорово потому что дочки это подарок с неба я благодарна что они у меня есть и это комплимент наверное от бога сложно нет вообще несложно наоборот это моя поддержка они моя опора они все делают все умеют и для меня это они мои крылья ну как я ранее сказала в канун рождества мы приготовим особенные блюда чем мы удивим наших телезрителей ирина ну я в кануне рождества стараюсь больше поддерживать традиционную кухню никаких заморских блюд у нас не будет но мы будем больше окунемся к нашим корням к тому как привыкли наши бабушки готовить как наши мамы готовили поэтому нас будут блюда ближе к нашим национальным это будет утка запеченная в духовке это будет лапша с курицей это будет у нас ну новый там салат он конечно известен всем но мои дети очень любят они его заказали поэтому я решила его приготовить это гранатовый браслет и салат цезарь который тоже дети очень любят и по желанию детей я решила что мы сегодня его приготовим расскажите немножко о ваших корнях ну корни у меня мама гагаузка папа болгарин сама я родом с украины прожила все свое детство там училась там образование лучше получила измаиле а потом волей судьбы вышла замуж бежгиоз вот уже пять лет мы здесь живем и моя мама родом с бежгиоза это ее родное село мой папа ее увез на украину я вышла замуж бежгиоз вы сказали отец у вас болгарин мама у вас гагаузка вот если до каких традиций вы придерживаетесь и подготовки к какому-то празднику так как я выросла на украине там у нас было болгарское село жили болгары моя мама была одна гагаузка среди болгар но она освоила хорошо болгарский язык конечно немножко комично говорит но она не стесняется и она привила нам с детства что вот она у нас каждую пятницу мы пекли хлеб у нас большая семья нас тоже четверо детей я старшая у нас трое девочек и и брат и вот у нас не было принято пусть кушать магазинный хлеб магазинное что-то вот как-то вот всегда дома все готовилось за уральными и свое мама выпекала по семь хлебов каждую пятницу и плюс там были или пампушки или милина или что-то к ним обязательно и манжи с цыпленком с курицей сегодня продолжать мамину традиции да и прививаю дочкам своим я даже вот жила 8 лет в сочи в россии даже армян там научила готовить наши блюда и они ко мне приходили я принципиально выпекала пасхи сама вот куличи каждый год стараюсь это делать чтобы дети привыкали к ну что запах аромат куличей дома должен быть кухи мы печем я не знаю тут делают это или нет это с творогом очень вкусное блюдо дети заказывают его рулеты все выпекаем сами хлеба тоже печем я научила дочек они тоже пекут хлеб сами умеют вот милина вот или другие блюда тоже все от моей бабушки от моей мамы давайте вернемся к нашим блюдам что мы первое приготовим ну первое на мы закинем нашу уточку румянится там загорать потому что пока она будет загорать мы будем готовить салаты и все остальное блюдо что нам нужно для уточку я замариновала заранее я туда сделала маринад отдельно поставила соевый соус две столовые ложки ложку горчицы апельсиновый свежевыжатый апельсин половину апельсина лимон наполовину выжила соль черный перчик немножко специй и вот вот это все перемешала и обмазала уточку сначала натерла ее солью с черным перцем потом немножко подождала где-то часа два потом вот этим маринадом и и все обмазала чтобы она пропиталась и вот она должна отдыхать желательно хотя бы если на ночь и маринуешь потом на следующий день не уже запекаешь приготовить да и вот ты наша уточка уже принципе отлежала свое но мы если есть айва очень вкусно вот у меня повезло есть айва поэтому я ее на фарширую айвой и добавлю туда кусочек лимона и апельсина для аромата на что получилось более пикантной потому что наша утка это индо утка дичь она имеет свой запах что будет этот специфический запах немножечко разбавить убрать да мы вот добавить добавим вот вот эти фрукты более да они не испортят вкус а я еще сюда выжила чесночок два зубчика тоже натёрла когда натирала и вот она будет ароматно хорошо давайте а его я верно надо будет нарезать на моего мы все три айвы нарежем или что можно две даже порезать могу помочь конечно пока мы нарезаем алиночка расскажи нам пожалуйста в каком классе солнце ты учишься и чем вообще ты увлекаешься я учусь в третьем классе я увлекаюсь музыкой а чем тебя музыка привлекла почему именно музыка почему не рисование потому что мне очень нравится музыка и я тоже а с каким из гагаузских певцов ты сегодня работаешь сотрудничаешь никита панаитов да забыла но ничего страшного они даже вместе уже две песни записали и клипы сняли на наш новогодний огонек вы исполнили новую песню вашу да которая набрала очень много просмотров у нас в интернете да большое количество просмотров не понимая тебя подарки ёлка дед мороз у тебя совсем спироп я льду с лета очень ждут я подарочки люблю эй народ мы встречаем новый год а вам желаем успеха везения продолжайте в том же духе она у нас скромная она еще ходит в музыкальную школу и занимается на скрипке уже второй класс по окончанию этой школы вы как-то продолжите обучение если у нее будет желание то конечно мы будем все делать чтобы ребенок занимался любимым делом и музыкальные дальше школа только в ее руках если она хочет дальше учиться мы ее поддержим на как мы нарезаем я вот хаотичным да вот такими кусочками которые потом их легко будет допихнуть да я сразу лимончик порежу его можно немного если бы была эта дичь который обычно охотники на утке еще когда подаешь эту утку и и немножко сбрызгивают лимоном тогда вот специфический запах вот этой дикой утки тоже теряется немножко и вкуснее сочнее получается но мы посмотрим как у нас получится это индо утка это не дичь которая росла на природе но тоже дик дичь считается ну вот мы фрукты порезали теперь мы на фаршируем нашу утку решить давай мама так сделает что полегче было я их даже не мариную потому что уточка достаточно замаринована они поделятся там каждый своим ароматом у . даст свои специи свой маринад и сок а его даст свой аромат вообще если нет айвы кислые яблоки твердых сортов сюда очень вкусно кто-то гречкой фарширует кто-то рисом с потрохами и и у всех разные просто сегодня мне что-то захотелось именно такую более пикантную . сделать тем более дичь хочется ее как-то побаловать и она пойдет загорать да насколько пойдет загорать она будет загорать у нас где-то час потом мы ее достанем польем соком ее да отдельно мы заприготовим немножко апельсиновый сок и медик мы тоже ее потом смажем она сделается румяную корочку и снова ее положим да да от мужа там и потом ее откроем крышечку и чтобы она хотя в минут 15-20 было подрумянилось именно чтобы аппетитная корочка была хрустящая и вообще для уточки я так так знаю всегда что когда если вы хотите что была румяная корочка надо когда утку чистишь там пинцетом вычищаешь все вот эти ее перышки моешь хорошо а потом ее кипятком обдаешь потом получается почему-то румяная корочка ну так знаю гранатовый браслет это салат он слоеный почему начнем с него потому что он должен иметь время пропитаться также у нас конечно будет еще холодец но я его заранее приготовила думаю все знают как его делать мы по центру тарелки поставим стакан круглый для чего для того чтобы он вокруг него мы будем вылаживать салат и когда мы достанем стакан у нас получится как образование браслетик мы потом обложим зернами гранаты хорошо что мы первое делаем ну первое нам нужно натереть картошечку потом мы натрем отдельно морковку только немного у нас очень много получилось а я хочу обжарить лук и немножко грибов лук нужно слегка обжарить потому что он вкуснее в салате когда зачем сырой для гранатового браслета нужно обжарить немножко хорошо только чтобы он мягким стал и грибочков можно но рецептов разно много есть гранатовым браслетом в этом салате просто как-то мы вот делаем как мы привыкли поэтому так будет и орехи вот у нас орехи я их сейчас на сковородку выложила и я их чуть-чуть только до чтобы они не жареные были но чтоб чуть-чуть начали подсохли вот аромат они становятся более хрустящими их легко потом в нужную крошку чтобы сильно мелкой крошки тоже не было и орехи нам как раз пригодятся мы тут набили орехов столько сколько еще мы сегодня будем готовить традиционную кутью из чего она делается наша кутья она из вообще старые времена моя бабушка на горище поднимались пшеницу брали хорошо ее вымывали и потом из нее варили ее варили и потом нее добавляли но у нас сейчас в магазинах продается так и написано кольво или кутья это из орнаутки крупные это более твердых сортов пшеницы идет другой сорт пшеницы кучу нужно варить скажем минут 20 наверное но главное смотреть чтобы не переварить и потом вот когда она уже почти как будто сварена выключить она сама дойдет чтобы она набухла и чтобы не было сильно разварена как каша не получилось хотя она и так вкусно приготовление кутье на рождество это с чем связано ну в нашем доме как я понимала всегда бабушка говорила мама но кучу во первых это избив на украине это и украинцы так делают они кучу обязательно готовят на рождество нашей семье каждый год готовилась кутья и немножко она связана с тем что как бы дань немножко с общим людям да это мы как типа их тоже помним и тоже хотим чтобы они с нами как бы были вот и мы когда угощаем кто приходит калидовать детей ну как бы это да не усопшим но куча делается в каждой семье по разному в нашей семье она готовится очень вкусно моя мама всегда я делала просто замечательные дети которые приходили к нам калидовать они по одну по две тарелки седали мы одноклассники приходили что ира мы идем к тебе на кучу они вот любили кучу и мы туда добавим мед мы добавим нашу кутью изюм мы его это предварительно запарим кипятком чтобы он хорошо там размяк потом его выложим на бумажное полотенце чтобы он влагу свою отдал мак мы тоже запарим кипятком хорошо помоем потом запарим кипятком он должен немножко постоять потом ему растолочь надо чтобы молочко вот это маковое вышло и мы сюда добавим орехи изюм мак мед и куча будет очень на терочке натрем картошечку натрем свеклу немного моркови и также мы натрем сыр еще сюда входит мясо мясо можно куриное можно говядину там любое мясо отварное можно добавить в него кто как любит ирина у вас 4 девочки уже многодетная мама это предел или планируете в ближайшее время я думаю что господь нас будет достаточно благословил и у нас наверное как же сын у меня дитя будут сыновьями они будут как сыновьями это то есть вы их будете любить как свои конечно они будут моих дочек беречь мы подготовили все необходимые ингредиенты для нашего салата что мы сделали мы натерли морковь свеклу яйца картофель это мясо даша да что мы еще подготовили гранат либо мы немножко выравили лучок с грибами так она вкуснее и орехи ну что ж я думаю на пора приступать да да первым слоем сделаем выложим картофель да свой должен будет удобнее если мы переложим сюда чтобы мы могли работать чтобы наша зона была удобной тонкий слой да не сильно толстый слой чтобы он мог пропитаться мы майонезе камего сделаем сеточку да-да-да-да-да-да майонез я выложила специальный пакет чтобы легко было делать сеточку у кого нет обычный пакетик может тоже послужить это все будет в одном слое или будет несколько будет несколько чередоваться будем видим чередовать чтобы она была красиво да красиво при разрезе ну так рисуем занимаемся творчеством сколько нужно времени для того чтобы этот салат пропитаться даже хотя бы два часа два часа и в холодильнике желательно прохладном месте если зима то можно и в холодные комнаты если у кого-то есть если квартира конечно на балкон либо в холодильник прохладном месте чтобы не был в тепле потому что майонез тут есть он быстро когда соединяется с другими продуктами он окисляется и очень быстро может испортиться так теперь морковь следующая до морковочка пускай будет картошечка они обычно всегда дружат можно и и не класть морковь и опять придут говорю что это наш уже свой домашний рецепт поэтому мы уже делаем как нам нравится по классическому рецепту морковь иногда и не кладут она и мы ее много не кладем чтобы она всего лишь вот немножко оттенила свой вкус но после каждого слоя овощей мы ставим сеточку мы да но вот эта сеточка на моркови будет чуть поменьше потому что когда заливаешь сильно майонезом тоже невкусно когда сплошной майонез чувствуешь но майонез можно разбавлять только если вы рассчитываете за один день съесть салат майонез можно немножко добавить пару ложек сметаны он тогда более нежнее и более натурально вкуснее получается опускаем лапшу наш бульон куриный отварной мы оттуда добавила два листика лаврового листа и черный перец горошек несколько штучек чтобы и соль чтобы и желательно чтобы бульон был слегка соленоватый слегка потому что лапша возьмет на себя сольку и чтобы он был вкусный его делать чуть-чуть слегка соленоватым слегка лапша будет у нас варится до 10 минут не больше она потом ее задушим и она созреет дозреет скажем так дальше у нас следующим слоем давайте мы все-таки мяско к картошке соединим до мяско к картошке одного можно даже лучок немножко грибочков с лучком и они с мясом когда будут соединяться они рядышком будут выкладываем наше яйцо четыре слоя у нас уже готовы следующее у нас идет мясо следующее мясо ариша давай подключайся вот помогай давай я тебе дам ложечку держи у нас мяско желательно чтобы моего немножко не так вот на чуть волокнами сюда дома волокна риска давай давай у нас все крючки чистые для себя делаем чтобы не было такие большие булыжники у нас ариша девочка уже большая помогает ли она маме на кухне да она посуду моет сейчас уже не стало модно учить детей рукоделию в плане вязать спицами крючком ваши дети умеешь моя дочь вторая она очень любит вязать крючком она вязала искать эти салфетки мне и цветы вязала этим крючком и шарфик вязала бы любит увлекается вот этим старшая моя девочка настя она очень любит рисовать она рисует она увлекается аниме культурой и вот она вот в этой сфере очень красиво рисует ей уже и заказы делают сейчас дед мороз ей привез краски для по ткани вот она сейчас уже разрисовала ей джинсы и ее джинсы и батники и так красиво ну и молодец я не препятствую главное чтобы не мешало учебе самое главное предпоследний ингредиент у нас свекла тоненький слой да она для чего она нам нужно она во первых тоже придает свой вкус но еще она дает свет который он будет гранат граммата надо выложим да он будет более бордовый цвет и как бы это на то случае если гранат не поможет фон гранату да да это она как декор больше но она тоже играет свою роль она сладковатая там есть только некоторых ирина не могу не задать вам вопрос вот этот наряд которым вы сегодня расскажите а нам о нем что это за наряд и какой народ представляет этот ряд да я не просто так отдела этот наряд этот наряд гагаузской женщины можно сказать платье этому платью уже около 100 лет спасибо большое лидии ивановне тадеевой вы обратились к ней за поддержкой мы снимали клип сейчас у нас видит новый клип мы написали песню для никиты панаитовы и для арены нашей коляд колядку и вот мы снимали клип на эту тему я там приняла участие в роли мамы а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, чтобы мы могли снять клип И я решила, что в такой канун Рождества Немножко окунуться в эту историю Немножечко опять одеть на себя вот то прошлое Как та женщина, вот, наверное, тоже была хорошей хозяйкой Если такое интересное платье на ней было И вот я решила, что этот наряд будет уместный в канун Рождества И как бы немножечко окунуться в наши корни К нашим корням Это уже вторая песня, получается, с Никитой, да? Да, мы им написали новогоднюю песню А вот колядку написала Ольга Ивогла Она очень такая талантливая Очень хорошо Она ГГУ завет И очень трепетно И очень подходит к текстам Волнительно И старается сделать все на высшем уровне Мы вместе с ней сотрудничаем Я ее знаю, конечно, заочно Но она очень хороший человек Я понимаю по ее По переписке нашей По текстам, которые она пишет Теплые, добрые тексты Ей большое спасибо Федя Гайберже написал музыку Он тоже молодец большой Очень приятно с ним работать и легко Он всегда на стороне детей Он ее постоянно защищает Если бы там что-то нет Еще раз там надо что-то Не мучайте Мы сейчас этот клип записывали про коляду У нас был оператор Сергей Георгиев Он очень такой талантливый И творческий человек, правда Мы с ним на одной волне Вот он нас понимает с полуслова И сразу подхватывает И нам важны его идеи иногда Потому что мы все-таки не профессионалы Мы там, может, и пишем свой сценарий Иногда увлекаемся Он там нас останавливает, где надо Но, слава богу, что образовывается какая-то команда И что люди легко работают на площадке От себя хочу добавить, что Сергей Георгиев Это мой коллега Это тоже сотрудник ГРТ Я тоже с ним пишу свои программы Мне тоже с ним очень легко и удобно писать Свои шедевры Наш салат готов Гранатовый браслет Мы его отправляем на отдых На 2-3 часа И как раз Вообще Ну, не постные блюда Которые сейчас у нас на столе будут Мы Как наша бабушка еще учила Мы будем их употреблять Только на следующий день Либо после 12 ночи Люди, которые держат пост Они только готовят эти блюда Но могут их кушать после 12 ночи Когда зажжется звезда На небе Поэтому мы его убираем И кто-то, кто не имеет терпения После 12 ест А кто имеет терпения Утром на Рождество Собирается вся семья И обещаются Приступаем к приготовлению Нашего салата Цезарь и Кутье Да? Мы с Аришей будем готовить салат А Ирина будет делать Кутью Да Для нашего салата Пока вы еще не приступили к Кутье Что мы сделаем? Первое, что мы сделаем Подготовим соус, которым будем заправлять салат Это у нас майонез И сметана 20% Майонез мы берем в соотношении 70% майонеза 30% сметаны Почему? Потому что когда добавляешь сметану С майонезом Оно более вкусно получается Но быстрее портится Поэтому у нас салат Никогда не задержится И в этом я спокойно Кладу сметану И не боюсь, что он у нас задержится Значит, вот у нас майонез Мы в общую тарелочку складываем майонез Вот 70% Ну, скажем 70% из общей массы Майонез берете на свой вкус У меня провансаль Классический Майонез можно и самим готовить Но я сегодня решила уже И сметанка 2-3 ложки Смешиваем сметану с майонезом Мы их тут подружили Теперь мы берем 3 зубчика чеснока Я выдавлю даже 2 зубчика Чтобы дети могли Но он свою работу сделает Ариша пока может мясо отделять на волокна, да? Аришка Да, доченька Только посмотри Давай мама покажет А ты сделаешь, ладно? Видишь? Вот оно идет Длинные волокна Ты поперек волокон Один раз отрезала А теперь будешь щипать Мелкие Поняла как? Пока девочки делают салат Я хочу заняться кутьей Вот у нас заранее сварена кутья Это пшеница твердых сыртов Кольва На нашем Теперь мы в нее добавим Мед Мы предварительно уже замочили изюм в кипятке И мак тоже замочили в кипятке И потом Ну растолкли его Толочь его надо Чтобы он молочко свое пустил в вкус То есть получается вместо сахара Вы используете мед, да? Да Ну, некоторые делают просто сахар и пшеница Ну, кутья и сахар Мы любим мед, потому что это более полезно и вкусно Так, изюм у нас идет туда Щедро я кладу изюм, потому что у меня дети любят Ориша немножко с изюмом не дружит, но ест Орешки Дети у меня любят, чтобы были они покрупнее, чтобы они их чувствовали А там уже на вкус кто как любит Вот мы их порубили Предварительно до этого мы их обжарили С помощью Елены и нашей Арины у нас тут готов первый слой Тут у нас пекинская капуста кубиками порезана На волокна мясо грудка куриная И соус, который мы делали Смесь сметаны, майонеза, чеснока и немножко соли Вот этот первый слой мы выкладываем на блюдо И выкладываем перцы Можем даже сыр выложить поближе к курице и пекинке Ариша, выкладывай сыр брусочками Натертый сыр почему-то мои дети не любят И больше им нравится, когда брусочками сыр порезан Они его так кусочками кушают Так он лучше ощущается Да, лучше ощущается И вот они именно так просят у меня Поэтому мы делаем уже на свой вкус А вы делаете, кто хочет, на свой Потом мы выкладываем перец И красный в перемешку Потом немножко желтого Чтобы цветовая гамма была яркая Такая радужная, красивая И хотелось его съесть Он очень вкусный Желтый перец очень важен В каком плане, что у нас тут есть и помидоры Они красные Красный перец тоже Но вот желтый, когда он прям разбавляет Теперь мы можем выкладывать помидоры Тоже получается покрыт Так я понимаю? Да, прям покрыть Я хотела еще перца тут доложить И тебе не хватает Чтобы надо было везде попробовать И теперь у нас сухари Я взяла сухари Можно самим сушить, сделать Но я взяла такие сухари Вот формы брусочков И формы вот таких стейков И они как бы так Для настроения детям Потому что это вредная пища Дети ее так в обиходе у нас не кушают Но вот когда салат этот готовим Я уже тогда разрешаю Можно и самим их посушить Вообще мы оставляем всегда Вот немного сухарей выкладываем Выкладываем А другую часть мы выкладываем Перед тем, как начнем кушать Чтобы больше хрустели Когда вот так мы выкладываем сухари Они немножко берут влагу Они не такие хрустящие А дети любят хрустящие Но я как бы кладу вот так Потом они еще вот это остается И они когда вот едят уже салат Они добавляют себе еще тех хрустящих И получается так вкусно Наш салат готов Наш салат готов Я так сделаю только Чтобы они все так Совсем сиротинушками Салат Сезарь готов Наши четыре блюда уже готовы Осталось достать только утку из духовки Ирина, готова наша утка? Конечно, мы ее предварительно опять полили Апельсин Смешали апельсиновый сок Лимонный сок Немного меда И немного соевого соуса Я так чуть-чуть совсем Красивая утка Да, уточка Духовку выключаем Вот такая у нас уточка Я могу ее повернуть Чтобы ее было сбоку видно Румяность чуть-чуть ее Уважаемые телезрители Если вы хотите приготовить эти блюда У себя дома Берите ручку в листок И записывайте Для приготовления запеченной утки Вам понадобится Утка Айва Специи Для приготовления гранатового браслета Вам понадобится Гранат Майонез Яйцо Картофель Свекла Морковь Грецкий орех Для приготовления кутии Вам понадобится Кольба Грецкий орех Мак Мед Для приготовления салата Цезарь Вам понадобится Куриное филе Сметана Майонез Чеснок Пекинская капуста Помидор Перец Сухарики Наш рождественский стол уже готов Ирина, ваши пожелания Нашим жителям автономии На Рождество Ну, я всей души желаю Мира в каждом доме И чтобы люди помнили Что этот день не просто повод Покушать вкусно А что этот день Именно Ну, с какой-то миссией Иисус к нам пришел С важной миссией И благодаря этому Мы имеем шанс На спасение И чтобы люди не забывали Не превращали этот праздник Просто, чтобы вкусно поесть И собраться лишний раз Повод А всем людям, конечно Добра, мира И вам большая благодарность Спасибо Вы очень С вами было легко Интересно Для нас это первый опыт И Вы очень такая Дружная команда И Позитивные люди И С вами было легко Готовить Вы мне помогли Спасибо большое Процветание В вашей программе Спасибо вам огромное Спасибо вам А телезрителям Я напоминаю Что вы смотрели программу Рецепты от ГРТ Пока 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 Пока